Сегодня я хочу рассказать вам на примере двух кейсов анализ шестимесячной деятельности нашей компании в формате иммиграционных консультантов, которые хотят для вас выложить в сухом остатке две основные причины, которые мы нашли, например, конкретных кейсов, почему людей забирают детеншин при переходе границы между Мексикой и США и почему их оттуда депортируют. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и ставьте нам лайк. Я Вадим Печерский, иммиграционный консультант, и то, чем я делюсь, это мой практически 29-летний опыт. Итак, первый кейс, первая причина. Парень с девушкой переходили границу между Мексикой и США. Находились они в гражданском браке, жили они в гражданском браке более трех лет. И вот парень должен был как бы быть основным заявителем. Почему-то и как-то и где-то они решили, что они могут перейти границу на основании того, что парень будет основным заявителем, а она, как гражданская супруга, будет прицепом. И вот он, естественно, в транзите там готовил свой кейс, описывал с ней, его проигрывал, зачитывал, озвучивал, и она прекрасно понимала содержание его кейса, где она тоже как-то где-то фигурировала, как его жена. И вот они переходят границу абсолютно легально, абсолютно все в законном правовом формате через CBP-1. И ее, именно девушку, офицер решает вызвать на интервью на страх. Напоминаю, что интервью на страх – это квалификационное интервью, где офицер определяет, попадает ли данный человек в матрицу, позволяющую ему подавать на политубежище. Является ли он принадлежителем к определенной социальной группе, участвовал ли он в каких-то действиях. Причина следственной связи, что участие в каких-то действиях и предлежность группе повлияло на то, что он преследуется государством или отдельными лицами, и государство его не может защитить. Вот и другие вот эти квалификационные моменты, которые офицер определяет. Девушку вызвали на интервью, 3 часа шло интервью. Девушке, в принципе, сказать было нечего, потому что она переходила границу, не имея никаких по существу гонений, не будучи подготовленной к тому, что, может быть, у нее были гонения. В общем, она досконально рассказала историю своего молодого человека, но от своего лица. Что все происходящие ситуации она рассказала от своего лица. Потом вызвали молодого человека на такое же интервью, который рассказал ту же самую историю уже от своего лица. Потому что он был автором этой декларации, этой истории. Мало того, у него еще были документальные подтверждения его словам, а именно фотографии. Фотографии, которые были. Причем кейс суперсильный. Вот как по мне, потому что мы сейчас взяли его брата, адвокат иммиграционный взял его брата в работу, но очень сильный кейс у него. Когда иммиграционный офицер выяснил, что девушка просто сделала плагиат, и в законном браке они не находятся, ее закрыли. На 4 месяца она сидела в детеншн в Лузиане. Ее пытались, по-моему, 2 или 3 адвоката оттуда вытаскивать. Почему 2 или 3? Потому что каждый месяц молодой человек, который его отпустили через пару недель, терял терпение, нанимал другого адвоката, терял терпение, нанимал третьего адвоката, надеясь, что поменяв инструмент, он сможет пробить эту стену. Надо сказать, что детеншн в Лузиане самое отвратительное место, где можно находиться. Начиная от условий содержания питания, заканчивая попытками адвокатов пробиться через информационный блок, чтобы достучаться до тех, кто принимает решение о досрочном освобождении. Ужасное, ужасное, ужасное место, где только можно себе представить находиться. И вот, в конечном итоге, девушку депортируют. И категория, почему ее депортировали, это обман. Это обман, что она просто-напросто обманула. Вот это ситуация номер 1. Вторая ситуация стала актуальной, популярной с момента, когда для перехода границы был введен CBP-1, как инструмент для легального перехода границы. Ну, я в прошлом видео рассказывал о различных видах махинации CBP-1, включая создание различных аккаунтов на одно и то же имя, где просто меняется правописание твоего фамилии, имени на одну букву. У нас такой клиент был. Но ему повезло. Он успел создать более 20 аккаунтов, которые в один для него прекрасный, замечательный день и миграционная служба просто снесла. То есть он не успел воспользоваться вот этими клонами для перехода границы. А другой наш клиент, как и множество людей, успел воспользоваться вот этими клонами. И в иммиграционной службе они определили о том, что он сделал. То есть он сделал обман. И на основании этого обмана его помещают в... Не помню, в какой детеншн-центр, но его закрывают. И, естественно, он подключает адвоката, там родственники, чтобы его освободить. Адвокат, с которым я работаю сегодня, у меня несколько адвокатов, с которыми я работаю, но один из них, который судебно и специализируется в судебных разбирательствах, сказал следующее. Просто не будем брать никакие кейсы, где замешан фрод. А наши соотечественники пытаются перехитрить всех. Но главное, что они обманывают других, обманывают себя. Они обманывают иммиграционного офицера, а потом они обманывают адвоката. Это уже не один, не два, не пять раз происходит, когда они не говорят истинную причину, почему их задержали. Или хотя бы предполагаемую, когда их спрашивают, ну что конкретно вы нарушили, что вы сделали. Расскажите мне полностью алгоритм ваших действий. Они скрывают все эти вещи. Надеюсь, что обманывать нужно всех. Так вот, если бы они говорили адвокату правду, что они сделали махинации с CBP-1, то нормальный, этически подкованный адвокат просто бы отказался от введения такого кейса. Человек, говорит, благополучно отсидел свои 4 месяца, благополучно был бы депортирован. Но он бы не морочил голову адвокату и не потратил бы 3-4 тысячи на заведомо невозможное мероприятие, то есть миссия невыполнима. И вот этим я хотел поделиться. Просто каждый сделает из этой истории конкретные свои выводы. С вами был Вадим Печерский, команда Russian Documentation Center.